В Удомле есть все условия для дальнейшего развития. Такой вывод сделал губернатор Игорь Руденя по итогам визита в этот муниципалитет, состоявшийся 19 августа. Глава региона посетил целый ряд объектов, каждый из которых имеет большое значение для местных жителей. Роман Быков также побывал в городе Атомщиков. Удомля, город Атомщиков. Естественно, посещение КАЭС является непременным пунктом программы визита любого ВИП-гостя. Сегодняшняя рабочая поиска губернатора не стала исключением. Конечно же, Игорь Руденя посетил Атомную электростанцию. Но при этом в фокусе внимания главы региона оказались и другие важные вопросы. Развитие муниципалитета, встречи с общественностью, ну и, конечно, посещение образовательных объектов. Ведь сентябрь не за горами. На КАЭС Игорь Руденя ознакомился с работой машинного зала. Посетил блочный пункт управления 4-го энергоблока. По мнению главы региона, потенциал Атомной электростанции обеспечить надежное функционирование всей энергосистемы Тверской области. После возложения цветов к обелиску Победы, губернатор ознакомился с ходом благоустройства бульвара по проспекту энергетиков. Там совсем скоро появится современный фонтан с подсветкой. Далее глава региона посетил сразу два образовательных объекта. Один из них — Дом детского творчества. Это VR, это алгоритмика, робототехника, программирование на языках Python и Java, системное администрирование, кибербезопасность. Несколько новых направлений мы пытаемся открывать в этом году. Искусственный интеллект и, может быть, компьютерная музыка. До конца года здесь появится еще одно подразделение — IT-куб. Там ребята смогут получать компетенции и навыки в сфере информационных технологий на более высоком уровне. Очень здорово, что ребята уже с самых таких юных лет будут получать такую раннюю профориентацию в тех направлениях, которые будут востребованы и на предприятиях Удомли и всего нашего региона. Еще одним пунктом программы стала средняя школа номер один имени Александра Попова, которая специализируется на инклюзивном образовании. 1 сентября к учебе здесь приступят 920 ребят, 200 из них с ограниченными возможностями здоровья. Школа гордится тем, что мы очень активно, мы участвуем во всех проектах. Мы выиграли более 5 миллионов грантов различных на обустройство интересных пространств. Например, пространство экспериментального музея физики, где дети изучают физику не по учебникам, а непосредственно в деятельности. По итогам посещения школы Игорь Рыда не отметил, необходимо привести в нормативное состояние окрестные тротуары, а также обустроить на спортивной площадке футбольное поле и беговые дорожки. Важным моментом визита стала встреча с общественностью. Губернатор рассказал о перспективах сотрудничества с госкорпорацией «Росатом», о планах по газификации, которая завершится в 2025 году. Дальнейшему развитию муниципалитета поможет и создание здесь территорий, опережающего социально-экономическое развитие. Это дополнительная мера поддержки, которая даст возможность среднему и малому предпринимательству организовать новые производства, новые рабочие места, которые будут работать параллельно с крупнейшим работодателем и заниматься развитием таких отраслей экономики, как сельское хозяйство, таких как машиностроение, металлообработка. Это то, что сегодня востребовано на территории муниципального образования. Во время разговора также обсуждались внедрение международнего маршрута Тверь-Удомля, поддержка многодетных семей, обеспечение медицинских учреждений округа специалистами, ремонт дорог, тарифы на электроэнергию, развитие сельского хозяйства, создание приютов для безназорных животных и другие волнующие людей темы. Безвозмездные основные.